Ну где же, где же, вот она. Вот, всё, друзья, отлично. Я поджёг только что вот эту свечку с цифркой 1. Приветствую всех в игрушке под названием Hungry Dragon. И хочу я вам сразу же сказать, что только самые крутые подписчики успеют поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Ну что же, друзья, а сегодня мы будем рассматривать долгожданное обновление, которое очень и очень, в принципе, давно произошло, но руки дошли до неё только сейчас. Это вот такой дракон, называется он Сумрак, и это первый дракон в игре, который достиг класса XXL. То есть он просто огроменный, и давайте, друзья, сразу же мы начнём за него играть, потому что мне уже не терпится. Хотел я уже приступать играть, и смотрите, что мне, друзья, высветилось. Спасибо, что играете в Hungry Shark Evolution. За преданность серии Hungry вас ждёт награда акулов жух. Вы посмотрите, мне дали только что халявного питомца, который добавляет нам вот такую способность. Любая добыча увеличивает показатели еды на 10%. То есть, представляете, какой бонус? Это, конечно, мне понравилось. Так, а где эта акула? Вот она. Всё, отличненько. Акула в жух у нас поставлена. Ну, давайте тогда уж мы и других питомцев тоже поставим, потому что, ну, раз мы сюда перекинулись, а почему бы и нет, друзья, да? Ну и что же, а теперь мы точно приступаем играть за этого монстра. Ну и вот он, наш дракон Сумрак. Вы просто посмотрите, какой же он всё-таки огромный. Также мне только что вот показывают вот эта штучка на какое-то яйцо, да? А, во, всё, отлично. То есть, это, получается, мой питомец, что ли, показывает на то, где находится яйцо? Это, конечно, классно. Я что-то даже, друзья, и не ожидал, что у нас будет такой бонус в виде питомца, который показывает, где у нас какие-то приколюхи. Также, друзья, хотел ещё вам сказать то, что в нашей игре Hungry Dragon исполняется один год, поэтому у нас произошло такое обновление. Вот, кстати, цифра-ка 1. Я бы, на самом деле, даже бы её поджёг, но у меня дракончик, к сожалению, что-то пока что не жгётся. Но я думаю, когда у нас будет огненная лихорадка, можно попробовать как-нибудь здесь пролететь, и вероятность большая будет того, что мы сможем поджечь эту свечку. Может быть, нам даже какая-нибудь достига добавится, да? О, огненная лихорадка. Давайте тогда сейчас, друзья, мы по-быстренькому сейчас попробуем это сделать. Так-так-так-так-так. Ну, где же, где же? Вот она. Вот, всё, друзья, отлично. И смотрите, что я всё-таки придумал. Я поджёг только что вот эту свечку с цифркой 1, поэтому, я думаю, игра должна быть нам благодарна за то, что она поняла наш ход мыслей. И в итоге мы подожгли вот эту цифру 1. Кстати, тут ещё одна есть, да? Ничего себе, я что-то думал, что она только одна. В начале. Ну, ладно, ничего страшного. Если что, я могу, в принципе, и ту поджечь. Но я уже сильно так на ней особо социкливаться не буду, потому что мне надо набирать очки. Как вы помните, друзья, в каждой игре Хангри, в Хангри Драгоне, в Хангри Шарке, в Хангри Шарк Эволюшене и так далее, мы постараемся набирать рекорд в 1 миллион очков. Поэтому эта игра у нас тоже не исключение, и мы, естественно, будем пытаться здесь это сделать. Так, оу, а чё это у нас вот этот огромный гигант начал нас фигачить, да? Это чё-то не дело, друзья. Так, а интересно, когда у нас будет уже огненная лихорадочка? А вот она, друзья, уже поспела к нам очень даже хорошо, мне это нравится. Сейчас тогда мы её очень-очень хорошо так достойненько отыграем, да? Оу, кстати, я забыл, что мы играем-то всё-таки за дракончиков, а не за акул, и мы можем, в принципе, по сути, вообще спокойно вылетать вот на эти небеса, где располагаются уже просто звёзды, да? Мы практически в космосе, и это, конечно, очень классно. Так, я никогда, кстати, не думал и не разбирался, что будет, если я активирую все вот эти порталы. Мне кажется, это будет что-то очень и очень классное, но пока что я до этого точно не доберусь, потому что это слишком нудно, нудно, я думаю, потом можно это обязательно сделать. А вот это что за звёздочки, я тоже, конечно, не знаю, напишите обязательно об этом в комментариях, потому что, если честно, в Hungry Dragon я уже давненько не играл, и надо возвращать былые времена, да? Так, ну, главное, что мы дождались нашего взлома, потому что без взлома я, естественно, не мог вам заснять её. А сейчас взлом вышел, как вы поняли, и в итоге я вам снимаю вот эту серию. Кстати, кто хочет, друзья, взлом, напишите обязательно об этом в комментарии, и я вам скину обязательно ссылочку на взлом, где его скачивать. Ну, хотя, давайте, друзья, мы поступим так. Наберём на этом ролике, ну, хотя бы лайков 500, и тогда я сразу же в описании оставлю ссылочку на наш взлом. Поэтому у нас вот будет такая сделочка с вами, и, надеюсь, мы с вами обязательно договоримся. Так, ну, а я тем самым временем активировал огненную лихорадку. Конечно, место у меня не особо такое уж удачное, да? Что-то тут мало, слишком людишек, птюшек, и поэтому я набрал только 714 тысяч очков. То есть практически миллион, но хотя, друзья, у меня уже активируется вторая огненная лихорадка, да? А это уже значит то, что у нас будет миллион очков. Да, у нас даже миллион 400 очков, и у меня только что высветилась какая-то штучка день горения. А что это такое? Воу, ничего себе, огненная лихорадка еще одна активируется. Друзья, вы вообще понимаете, что происходит? Я вот лично нет. Но я вижу то, сколько у меня очков уже накопилось, и это меня, конечно, очень-очень даже сильно радует. То есть мы, кажется, активировали какую-то штуку, какой-то бонус, да, на день рождения, и у нас дракончик стал вообще какой-то бешеный и неудержимый, да? Он начинает все вокруг сжигать. Так, ну это, в принципе, мне нравится. Это мне только на плюс, потому что раньше я таких рекордов вообще еще и не ставил. Поэтому у нас уже имеется тем самым временем 2 миллиона 776 тысяч очков. Вы представляете? Мне кажется, я в Hungry Dragon никогда столько не набирал. Может быть, в Hungry Shark World, где в Hungry Shark Evolution такие были рекорды, да и даже больше. Но в этой игрушке это у меня точно впервые. Я, кстати, думаю, что мы уже в скором времени используем даже мега огненную лихорадку. То есть это будет вообще, друзья, очень-очень даже мощно. Так, ну а я тем самым временем перехожу в другую локацию, где у нас располагаются вот такие непонятные существа. Мне кажется, это вообще локация будто какой-то параллельной вселенной, да? Потому что тут совсем вообще другие животные, другие персонажи, все другое. Поэтому я думаю, что это и вселенная какая-то, ну, на самом деле, другая. Так, а тут у нас тоже, кстати, есть вот эти цифрыки. Ну, то есть мы тоже их, в принципе, можем, друзья, поджечь. Так, ага, у меня тут есть еще кто-нибудь интересненький-то? Ого, ничего себе, сколько тут монеток было, друзья, да? Вот, отлично. И что, все, больше нету тут никого? Да, друзья, больше тут никого не оказалось. Да и огненная лихорадка у меня уже, естественно, прошла. Поэтому я думаю, нам надо отсюда как-нибудь выбираться. Так, я выберусь отсюда? Ну да, в принципе, я как раз-таки уверенно иду к выходу. Поэтому сейчас мы, друзья, тогда покушаем тут всех заодно, пока идем к выходу. Ну и, естественно, выходим вот сюда, на данную локацию. Тут у нас дофигища тоже вот таких гигантов. Но они даже передо мной не кажутся такими гигантами, потому что я сам, друзья, выгляжу как гигант и вообще, ну, по сути, им и являюсь. Так, ну что же, давай-давай-давай, фигач-фигач всех тут, потому что мы должны, друзья, очень-очень даже хорошо отыграть. У нас сейчас уже активирована мега-злота лихорадка, мега-огненная лихорадка, если быть точнее. И давай-давай, дракончик, вниз-вниз-вниз-вниз-вниз, куда-то же полетишь-то наверх. Нам надо, наоборот, вниз, потому что тут внизу у нас располагаются вот такие персонажи. Ну и что же, в принципе, огненная лихорадка проведена довольно-таки плохо, потому что мы, честно говоря, друзья, были в космосе, и это как бы, ну, не очень круто. И мы очень много пропустили различных персонажей, а так мы могли бы, естественно, провести её получше. Ну ладно, ничего страшного, в принципе, главное то, что мы её вообще, друзья, провели, потому что я думал, что за эту серию я не успею накопить аж целых 8 огненных лихорадок и плюс 9, друзья, мега-огненная лихорадка. Но мы смогли это сделать, и это, конечно, очень классно. Сейчас тогда я проведу ещё вот эту штучку, вот этот бонус, да, который нам даёт разработчик. Ну и думаю, на этом уже можно будет заканчивать, потому что мы реально набрали очень-очень даже неплохое количество очков. На самом деле, это реально для меня будет абсолютным рекордом. Так, ну что же, мы уже, кстати, очень много уровней апнули, и это мне даже нравится, да? О, огненная лихорадочка ещё у нас подъехала хорошенечко, хорошенечко. Так, ну давайте, давайте, где же ещё эти персонажи? Что-то, друзья, персонажей-то особо-то у нас и не было. Ну ладно, ничего страшного. У нас уже имеется 4 миллиона 940 тысяч, но давайте я, наверное, всё-таки добью до 5 миллионов, чтобы у нас прям вообще такая круглая, чётенькая, большая циферка была. Ну и уже будем заканчивать. И, кстати, после нашей каточки я вам ещё покажу новый скин на этого дракона, который у нас открывается после аппания первого, третьего уровня вроде бы, или что-то в этом духе. Я вам его покажу и, естественно, скажу своё мнение о нём, потому что мне, на самом деле, тот новый скин очень и очень даже сильно понравился. Как по мне, он выглядит реально очень классно и больше всего подходит для этого дракона. Так, ну всё. А мы тем самым временем, друзья, набрали уже 5 миллионов, и я думаю, это очень даже неплохой результат, тем более мы его набили буквально за 8 минут. Ну и приступаем рассматривать наши скины. Это первый костюм, он называется Адская тень. Как по мне, этот скин, этот костюм, он самый крутой и больше всего подходит к нашему дракончику. Потому что, ну я даже не знаю, это просто моё мнение, выглядит реально потрясно. Также этот костюм не просто даёт нам какую-то красоту, но и ещё умение огнемётчик. То есть всё вокруг будет воспламеняться. Это, конечно, хорошее умение. И также у нас ещё открылся вот такой костюм. Он выглядит, ну, немножко по-другому. Цвет изменён, рогов нету и немножко текстура тоже изменена. Он, естественно, тоже нам даёт не только красоту, а умение мега-рывок. На самом деле, пока что ещё не почитал, что это умение даёт нам в плюс. Но я думаю, если вы хотите следующей серии, чтобы я поиграл с вот этими скинами за нашего дракона, мы обязательно с вами разберёмся. Ну, а с вами был Илюша и игрушка под названием Hungry Dragon. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!